Да, кроссовки, трек с Гарри топором, изначально это была его идея, он предложил, просто был такой период у меня долго, практически всю осень до нового года, когда у меня вообще ничего толкового не писалось, и я такой, ну у меня впервые был такой долгий в жизни, впервые в жизни был такой период, когда ну вообще ничего, какие-то там обрывки, строчечки, 3-4 и все такое, и ничего более цельного. И я вернулся в красный Новый год в прошлом году отметить здесь, и посреди ночи у меня просто там за несколько дней одного года, по-моему, топор или после, не помню уже, присылает демку на диктофон начитанную, там был другой бит, там набросок на припев был, и такой типа давай сделаем трек, а я уже такой в кровати лежал, но что-то меня зацепило в этом всем, просил его скинуть бит, он мне скинул бит, я спустился в студию и тут же написал куплет сходу просто. Трек о ушедших друзьях, тех, кого мы потеряли и так далее, о той памяти, которая хранится в нас об этих людях. И за какое-то небольшое время до этого случилась ситуация, чувак знакомый, не могу сказать, что он близкий друг или друг вовсе знакомый, просто чувак, знаю его, приехал на какую-то вечеринку к друзьям, тоже там общим знакомым, и приехал под чем-то и чуть было не откинулся. Ну, то есть у него там случилось что-то передоз, непередоз и так далее, его еле откачали, там реанимировали и так далее. И я подумал о том, как легко чувак мог потерять свою жизнь, просто не ценяя ее. И мне захотелось написать куплет как раз вот на эту тему в форме такого монолога, как будто ты разговариваешь с другом, поэтому там и структура у куплета такая, она больше как в разговорной форме звучит. Вот, но при этом, чтобы прикольно было по ритмике, по всему остальному, то есть как будто бы я пришел навестить этого друга, товарища, знакомого, просто любого человека, который мог столкнуться с такой ситуацией, навестить его, поговорить с ним вот просто вот так вот. Вот, может быть, что-то это изменило бы в его сознании, восприятии. Вот, и вот об этом я написал свой куплет, у топора куплет чуть о другом, если кайф, я могу скинуть в телеграм-канал его объяснение. Я заранее у него попросил, давно еще. Вот, и он снял свою, ну, объяснял по его куплету. Вот, потом мы подтянули Олега из Diamond Style. И переделали музло полностью. Там был совершенно другой бит. Пришлось немножко даже убеждать топора. Чувак, вот это музло классное, оно другое, оно не похожее, оно нестандартное, оно интересное. Вот, долго делали музло, и получился трек кроссовки. Такая история. Что, если будут вопросы, то задавайте, и двинем к следующему треку.